Артём отметил столетие гражданской авиации России. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры угольщиков. Организаторы праздника постарались максимально передать соответствующую атмосферу. Гостей встречали бортпроводники, пригласительными были посадочные талоны на самолёт. Добрый день, дамы и господа. Экипаж праздничного арт-лайнера приветствует вас на борту и желает, чтобы сегодняшний полёт доставил вам максимум комфорта и отличное настроение. Наш самолёт готовится к взлёту. Прослушайте, пожалуйста, важную информацию о правилах поведения на борту. Именно на территории Артёмовского городского округа расположен Международный аэропорт Владивосток имени Владимира Арсеньева. Предприятие является одним из градообразующих. Многие артёмовцы связали свою жизнь с этой отраслью. Я сегодня посчитал. Я закончил школу и в 1978 году поступил в лётное училище. Итого получается 44 года в гражданской авиации. То есть из 100 лет 44 года. А многие, наверное, ветераны гораздо больше. Так что мы полжизни из этих 100 лет работаем на эту отрасль. Поэтому с этим праздником хотел бы от лица всех дальневосточных авиаторов вас поздравить. Ну и пожелать чистого неба. В торжественном мероприятии принял участие и губернатор Олег Кожемяка. Он отметил, что Международный аэропорт Владивосток стал входными воротами для многих стран, что дало развитие региону. Бессловно, на месте за эти годы не стоял ни аэропорт, не стояло ни государство. Образовывались новые компании, которые с каждым годом всё больше и больше расширяются. Сейчас это базовая компания «Аврора», которая расширила существенный парк своих авиатранспортных средств, которая также является, наверное, градообразующим предприятием для города Артёма. Кто-то работает на обслуживании, кто-то работает непосредственно на сопровождении эксплуатации воздушных судов. И, безусловно, нам важно с тем, чтобы эта связь поколений не прерывалась. С тем, чтобы молодёжь видела перспективу в развитии именно авиационного направления. Глава региона поздравил собравшихся со столетием основания этой отрасли в России и вручил её сотрудникам краевые награды. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.